Всем привет, я Макс и сегодня мы посмотрим новинки смартфонов Полноценный фаблет Huawei Mate 9 Красив с собой, производительный, да еще и не взрывается По начинке, процессор как всегда собственного производства Huawei HeSilicon Kirin 960 4 или 6 гигабайт оперативной памяти и 32, 64 или 128 встроенной памяти Также поддерживает и карты памяти, вместо одной сим-карты Дисплей 5 дюймов, разрешение Full HD И стекло имеет закругление по краям, 2,5D Камера у фаблета двойная, на 12 мегапикселей и плюс 20 А для селфи камера на 8 мегапикселей Аккумулятор на 4000 мА В смартфоне также имеется поддержка всех частот 4G GPS, GLONASS, VLTE, NFC, Type-C, инфокрасный порт А также гироскоп, шагомер, магнитометр Не хватает сюда еще датчика, сердцебиение и барометра для полного комплекта Толщина корпуса при такой ядерной начинке 7,9 мм Ну а первый плюс этого фаблета это компания Huawei Что я считаю таким хорошим качеством Кто не знает, компания Huawei очень крупная Наравне с Samsung Можно вспомнить только из начинки процессор Производство Huawei Что как бы много говорит о компании Насколько она крупная Не каждая компания может позволить себе процессоры собственного производства Такие компании можно пересчитать на пальцах Также не отходя от процессора Смартфон имеет самый свежий видеоскоритель Mali-G71 Который, говорят, будет в новом Samsung А здесь он уже установлен Камера здесь очень-таки неплохая Как заявили Huawei, лучшая в мире Но я считаю, что она все же наравне с лучшими И данная оптика, как и в айфоне Плюс способна делать двойной оптический зум Также снимает 4К видео И имеет оптическую стабилизацию По габаритам уже видно из видео Что Huawei постарались сделать их максимально маленькими Для такого размера дисплея По сборке смартфон не уступает Samsung Все на самом высоком уровне Как и ожидается от Huawei Также пару слов о дисплее Здесь имеется разрешение Full HD Что многие покупатели посчитают маловато Так как ожидают от 6 дюймов 2К Но это всего лишь цифры Ведь пиксели при работе со смартпэдом не видно А если их разглядывать с 5 сантиметров То вероятно вы не работаете А разглядываете Так зачем эти 2К? Считаю, что матрица здесь имеет правильное разрешение И больше и не требуется Ну а качество матрицы прекрасное И претензий быть к дисплею не может Память в смартфоне на выбор Очень много Я считаю, что самый оптимальный размер Это купить версию на 4.64 Чего должно хватить на всё Если вам нужен фаблет максимально аккомплектованный Вам стоит подумать о покупке Huawei Mate 9 Я считаю, что это лучшее приобретение из фаблетов в этом году Даже лучше, чем Samsung, который сгорел И размерчик, и внешний вид точно порадуют А также в будущем и качество сборки не подведёт И не взорвётся Что в наше время важно Цена фаблета от 590 долларов и до 810 За максимальную версию Китайский GIONE M6 Стал доступен для приобретения Данный бренд мало кому известен Но в Китае он один из популярных брендов Так, по начинке Процессор 8-ядерный Mediatek Helio P10 4 ГБ оперативной памяти И 64 встроенной Также поддерживает карты памяти в отдельном слоте Дисплей 5,5 дюймов AMOLED Разрешение Full HD Текло сделано по технологии 2,5D Закруглено по краям Камеры на 13 Мп, а для селфи на 8 Также поддерживает 4G, GPS, VLTE, FM радио И разъём для наушников А также сканер обчатков пальцев на тыльной стороне Аккумулятор на 5000 мА Данный смартфон имеет главный плюс Это, пожалуй, аккумулятор При небольшой толщине Корпуса 8,2 мм Ёмкость батареи 5000 мА Чего, считаю, очень достаточной И из-за этого смартфон пожертвовал Не сверхпроизводительным процессором А также смартфон имеет камеру от Sony И данный модуль камеры среднего диапазона И снимает, соответственно, нормально Но не сверх круто По звуку присутствуют два микрофона Для подавления шума Но дополнительного аудиочипа здесь нет Но для меня лично это не столь важно Как микрофоны Они, да, реально нужны Стоит смартфон 450 долларов Вывод Смартфон достоин своей цены Если вам очень понравился внешний вид Но в нём также имеются и минусы Это не сверхмощный процессор И прошивка, которая китайская И вам ещё, скорее всего, придётся поковыряться над ней Ну а ссылки на интересующие вас смартфоны В описании к видео Ну а на этом всё Понравилось видео? Хотите помочь каналу? Делитесь данным видео Жмите лайк Пишите комментарии Ну и удачи вам И пока!